Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня в гостях у нас, ну уже, долгожданный гость. Не знаю, как представить уже, Леонид, представьтесь. Что-то изменилось? Леонид Севастянов, глава Всемирного Союза Староверов, любящий отец, наш, как еще, гражданин Российской Федерации, человек мира. Вот такой гость у нас сегодня. И сегодня мы хотим поговорить о вашей семье и о вашей дружбе с Папой Римским. Для меня очень интересно наблюдать за вами, за вашей семьей, потому что мне кажется, по моему глубокому убеждению, что вы единственный россияник, кто каждый год больше всех россиян видитесь и встречаетесь с Папой Римским. Ну, я не знаю, не могу отвечать за всех, но так на слуху других не знаю, конечно. Папа Римский, он, конечно, человек очень, с одной стороны, доступный, но при этом очень избирательный в силу, даже своего не статуса как Папы, а в силу того, что он всю жизнь иезуитом был, у них своя логика в отношениях к людям. И, соответственно, конечно, в этом ключе сложно, допустим, понять, почему именно мы часто с Папой встречаемся и почему нас, так сказать, такой любовью одаряет. Но примерно, конечно, понимание есть вот этой логики. Это, кстати, когда, допустим, Светлане тоже пишут, почему вот Папа Римский вас произвел в дамы ордена, почему вы стали... С кавалером. С кавалером, да, то есть как бы рыцарское достоинство он вам дал. Есть же более достойные в оперной певиции. Но это как раз люди спрашивают, которые не понимают, так сказать, менталитета не только Папы, но и, можно сказать, священнослужителя такого ранга. Тот или иной статус светский, он в каком-то смысле является чужой парадигмой. Ну, к примеру, допустим, люди хотят использовать бренды. И богатые люди, в том числе наши, считают, что вот если они бренды используют, тем самым они подчеркивают свой какой-то статус. Но на самом деле все, что человек подчеркивает, используя те или иные бренды, это то, что он на самом деле находится под чем-то колпаком, входит в какую-то особую парадигму, в парадигму ценностей, в парадигму восприятия какого-то, так сказать, имиджа и так далее. Папа Римский же, он, можно сказать, стоит над этим. То есть в этом ключе тоже самое очень многое спрашивают. А почему он на Fiat ездит, а не на Mercedes? Потому что если бы он ездил на Mercedes, он бы показал, что он под власть имущими, под людьми, которые определяют систему ценностей. Если бы Папа Римский выделял людей, которые ценятся, так сказать, в миру, это, в принципе, Евангелие об этом, что последние станут первыми. То есть Христос как раз говорит об этом. что система ценностей и восприятия, так сказать, людей у Христа, у Бога и у людей уровня Папа Римского, она совершенно другая. То есть система оценка, можно сказать, достоинства человека. То есть на наш взгляд человек тот или иной является грешным, для Бога он совершенно другим является. И наоборот. И Папа Римский, он действует поэтому в этой парадигме, можно сказать. У него своя система ценностей, свое восприятие, кто достоин, кто не достоин. И мирские критерии брендов, признаний, общественной славы, они не входят в его, как сказать, оценочную систему. Поэтому, когда мы говорим о Папе Римском, нельзя со своими светскими критериями подходить, так сказать, к его восприятию. Нельзя сказать, что вот я стану всемирно известной, и тогда Папа Римский меня полюбит. Нет, он другое мышление. То есть может да, если ты просто хороший человек, а может совершенно нет, потому что ты не подпадаешь. То есть он не смотрит на людей через призму, там, являешься ли ты там митрополитом, являешься ли ты там патриархом, то есть являешься ли ты там президентом, или Марией Калас, или, я не знаю, другой, так сказать, каким-то известным актером. У него система ценностей другая. То есть у него свой бренд, свое восприятие людей. Поэтому очень часто, допустим, он не встречается с президентом, допустим, с президентом Венгрии, он постоянно отказывается во встрече. Даже в последнее время он отказывался от встречи с Трампом. Известный факт. Или с теми или иными людьми. Хотя он лидер государства. Да, но при этом он с каким-нибудь бомжом с удовольствием встретится. На самом деле, да. Потому что для него бомж, он может быть в нем увидеть какой-то интеллект, какое-то своеобразие, свое восприятие мира и так далее. И этот бомж для него будет намного интереснее, чем президент, к примеру. Потому что я опять повторюсь, что это человек, который живет своей системой ценностей. И в принципе христиане, все христиане, мы так и должны. То есть евангельская оценка, и в этом как бы вся парадигма Евангелия. Или все их притчи Христа. Что бренд или парадигма евангельская, она совершенно не мрозка. То есть Иисусу Христу все равно ты там ходишь в Льюи Виттон или в лаптях. То есть это не является его системой оценки твоей значимости. И в этом ключе, опять же повторюсь, что мы не являемся какими-то там людьми влиятельными или известными. Поэтому в этом ключе сложно сказать, почему папа встречается с нами. Но с другой стороны, моя семья очень искренняя, очень пытается быть любвеобильной, пытается ко всем людям относиться с особым уважением. И надеюсь, что папа римский, он именно оценивает эти качества. И общаясь с ним, конечно, мы чувствуем человека как бы в своем сердце. Знаете, это еще вопрос, общаясь с человеком, то есть ты чувствуешь на своей волне или нет? То есть ты чувствуешь комфорт с этим человеком или нет? Это может быть человек совершенно разного уровня. То есть порой власть имущие люди, они просто ты с тебе две минуты, и потом думаешь, давайте заканчивайте. Или наоборот, человек реально как бы социально незначимый, но очень интересный, и ты с ним с удовольствием проводишь время. На каком языке вы разговариваете? На итальянском. На итальянском? Вы супруга владеете? Ну, конечно, да. Я учился на итальянском языке, 4 года в Италии учился, в Риме. Супруга в силу, так сказать, своей карьеры, оперной певицы, она освоила блестящий итальянский язык. Папа римский, ну, с одной стороны, он имеет итальянские корни, а с другой стороны, в силу католики, они имеются в виду в иерархии, для них итальянский тоже является общим языком общения. Ну, прежде всего, потому что в основном они также высшее образование получают в Риме. Вот, поэтому мы с ним на итальянском. Ну, а папа знает, что вы старообрядцы? Вообще, он понимает, вот, различия русские, все наши? Не, ну, он как бы все знает, конечно, то есть человек всегда очень... Он эрудированный, очень сильно. Ну, конечно, он бы не стал, я думаю, чтобы папой, не будучи, если бы не был эрудирован. Плюс он является иезуитом, а одной из главных ценностей иезуитов это образование. То есть, если у тебя нету двух докторатов, ты не станешь священником иезуитским. Вот, образование у них, как бы является краеугольным, так сказать, камнем их миссии. Вот, поэтому человек, он очень эрудированный, он знает, кто такие староверы, он знает, кто такой Достоевский, он знает, что такое русская душа, знает, никогда не быв в России, знает огромное количество особенностей российских, да, особенностей во всем, да, в характере, в культуре, в климате и так далее. Вот, поэтому в этом смысле, да, для него, наверное, это тоже является такой интересным фактором, что мы являемся староверами. Староверы — это религия, которая в России, прежде всего, была самопреследуемая, вот, то есть старовером человек не станет или не будет, если он хочет добиться каких-то высот во власти или в обществе, то есть это особый тоже стиль жизни, да, и особо, как сказать, мировоззрение и выбор, вот, я думаю, что в этом ключе, наверное, этим ему тоже интересно, надеюсь. Ну, староверы, если говорить о расколе, который произошел в 1054 году, получается, это та вера, которая была единой и для Киевской Руси, и для... Ну, староверы, знаете, это вот реально, вот, мне нравится само слово... Мне нравится само слово, именно староверы, не старобрядцы, а староверы, потому что реально старобрядцы или староверы, они выражают старую идеологию, вот, эта идеология, ну, является такой, ну, имеет отличительные черты от официальной церкви, прежде всего, в устройстве именно церкви. Мы, в принципе, говорили с вами об этой теме в прошлые разы, о так называемой эквилизиологии блокчейна, да, то есть, как бы, это устройство церкви на конкретных общинах. И даже, если вот мы будем анализировать символ веры русский, он отличается от символа веры греческого. Прежде всего, в пункте, где говорится о церкви, мы говорим о том, что верим во единую святую соборную апостольскую, то есть, в греческом будет во единую святую вселенскую церковь. Кафолическую. Кафолическую, да, то есть, или вселенская. А соборность, это как раз фактор не вселенской, а наоборот, местечковости, можно сказать. То есть, соборная, это значит церковь собрания, то есть, вот, в местную твою общину. То есть, община, это является главным критерием как сказать, истинности, то есть, главным критерием и фактором истинности, когда собрания верующих вот местных, конкретных, они решают свою жизнь или даже там в жизни своих родственников и не ждуть какого-то указания, так сказать, сверху. От ебископа. Ну, в том числе. И староверие, оно как раз отличается этим, что оно гордится и заботится, прежде всего, о своих местных общинах, в угоду, можно сказать, какому-то высокому начальству. Вот. И, соответственно, в принципе, на мой взгляд, в этом ключе вся православная церковь до XVII века, она была устроена именно на таких принципах. На принципах свободных общин, которые жили, создавались для своих конкретных потребностей. Потому что потребности у всех могут быть отличные в зависимости от климата, экономического положения, национального вопроса и так далее. Поэтому конкретная община, она намного важнее, чем какие-то универсальные понятия. В этом смысле, вот в этом, как бы, может быть, коренится весь смысл староверия. Католичество, оно на самом деле, нельзя сказать, что оно имело влияние. То есть, на самом деле, я много путешествую, в том числе и в Италии, смотря на фрески до джотовского периода, то есть, это как бы до XIV века, в них не видишь разницы с древними новгородскими фресками, к примеру. Та же техника написания, те же пробела. То есть, там примерно тот же самый канон. Смотришь на пение знамена и Григорианская, почти одно и то же. Такое же унисонное пение, да? На фресках папы римские, епископы, они везде изображаются двумя перстами, то есть, благословляющие. Вот вы чуть-чуть в такой же, примерно, сутане сидите, да, католической, но она очень похожа как раз на старобряческую. То есть, и так такие же мантии, только как у кардиналов и епископов. Вот, поэтому говорить о том, что древняя Русь, то есть, как бы, что католичество влияло, наверное, нельзя сказать, что влияло, но культурно, что были очень похожи эти две системы, это совершенно очевидно. Если мы говорим как раз про период, там, 12-13 века, культурологически, на мой взгляд, мы были больше западного, люди западного устройства, чем южного византийского, вот как раз анализируя текст, да, плюс такие факты, ну, к примеру, там, что Библия, Библия была переведена первый раз в 1499 году, так называемая Геннадьевская Библия. На славянский язык. На славянский язык. С какой языка она была переведена? С латинского. Вот, то есть, связи, они были прямые, да, связи были в каком-то смысле даже, ну, фундаментальные, да, к примеру, огромное количество святых, вот сейчас мы изучаем вопрос, из католических, если можно так назвать, ну, общих святых, скажем так, приезжали на Русь, селились там в районе Ростова-Великого, огромное количество, вот, жили, могли возвращаться обратно, то есть, если посмотреть, допустим, Владимир, город, да, кем он отстроен? Немцами. Ну, имеется в виду все храмы, вот эти вот, как бы, Владимирско-Сузарьский, Руси, они все построены немцами. Мало кто об этом говорит. То есть, немцами-католиками, да. Связи, родственные связи у Мономахов с Англией, он женат был на их принцессе английской, то есть, с немецкими племенами, они просто были теснейшие. Вот, демонизация, реально, мне кажется, католичество в том числе, произошла больше уже, как раз, наверное, начиная с 17 века, когда вот это, так называемое, смутное время, вот, патриарх Филарет, который приказал перекрещивать всех католиков, но это 1620 год. Вот, это как раз период, 17 век, я считаю, что как раз период демонизации католичества на Руси. Вот, потому что, если до этого смотреть исторические памятники, в том числе, которые благодаря нам увидел свет, например, в лицевой свод Ивана Грозного, то есть, это памятник, учебник истории, как библейской, так и вселенской, включая русскую. И там как раз рассказывается про много событий, включая, допустим, крестовые походы, четвертый крестовый поход, как у нас считается, что вот это основная причина разделения между католиками и православными, 1204 год, четвертый крестовый поход, как бы, что он разорил Константинополь. Но вот памятник Ивана Грозного говорит о том, что на самом деле крестовый поход был оплачен, то есть, всего лишь разорение Константинополя было сделано по причине внутренней гражданской войны. То есть, царь, император потерял власть, его ослепили, его сын бежал в Рим, попросил помощи вернуться, они вернулись. Вот, потом другой император их наняло, чтобы против этих и так далее. Вот, такой факт, да, что там католики реально в разорении, как сказать, Константинополя, ну, посредственно участвовали, а реально сама императорская власть. Вот, или вот, допустим, такие примеры, вот мы любим говорить плохие вещи, допустим, там, о немецких народностях, да, католических, там, тефтонцах и так далее. Тот же памятник говорит о том, что в 1238 год на Руси огромный голод, и летописец прям пишет, что если бы не помощь немцев в виде зерна, продуктов, питания, мы бы все вымерли и так далее. То есть, я к тому хочу сказать, что в 16 веке, еще вот, времена Ивана Грозного, как ни странно, да, казалось бы, Иван Грозный, там, антизападник, нет. То есть, люди, в они совершенно другого были менталитета. Тем более, Борис Годунов, от кого, считается, староверы несут свою, так сказать, идентичность. И, то есть, это люди открытые к западу, люди, которые напрямую не просто торговали, имели и дома, и присутствие в той же, в Англии, в Священно-Римской империи и так далее. И вот только 17 века, на самом деле, как ни странно, да, происходит вот эта демонизация, демонизация как запада, так и католического мира. Но, если посмотреть, что происходило со староверами, так называемая параллельная история России, да, то есть, именно история староверия после раскола, даже история, как бы гонений здесь внутри, и они разбегались по миру. И нет ни одного случая, примера, где они бы преследовались на территории католических стран. Ни одного. Не просто нет случая, а нет ни одного случая, где бы им не помогали. Вот, к примеру, факт. То есть, они убегают, так называемого, где сейчас, Белокреница, откуда ведет начало Белокреницкая иерархия, Дрогожская, Слобода и так далее. Вот, они, эта территория была сперва Священной Римской империи. Они, им император дает землю бесплатно, их, так сказать, освобождает от налогов всех и от военной службы. Потом им помогает вместе с Папой Римским возродить иерархию. То есть, мы любим говорить, что там, о какой-то агрессии католиков, да, но очень часто это единичный случай, а больше как раз мы, в истории мы видим больше сотрудничества. И вот в моем разговоре с Папой мы как раз об этом тоже говорили, что вот люди, они как… Сейчас последний раз когда были? Да. В январе, вот сейчас, буквально, что, 20 дней назад, 3 недели назад было. Как раз мы об этом тоже много рассуждали, что люди сами себя детерминируют историей. Ну, конечно. Пытаются. Вот они придумали, что вот там кто-то кому-то набил морду. И вот он живет и передает это поколение, сам себя лимитирует и заставляет жить в какой-то закрытой парадигме. То есть, ему не нравятся исторические факты, где кто-то там кому-то помогал. Вот нет, так вот в истории мы только ищем мордобои. Нет, ну, есть в истории России, когда иезуитов-то их жагнали, и наш царь только принял их. Ну, в том числе, да. Но об этом никто… Вот я говорю… Большинство не знает, но все равно, когда нужно историю… Да, мы ищем всегда в истории, вот в отношении окружающего мира мы ищем только негативные факторы. Ну, к примеру, там о Германии тоже. Когда Германия, допустим, там на нас напала. Или о Польше, когда там Польша на нас напала. Или там, когда вот какие-то там были проблемы с католиками. Ну, это единичные факторы, а никто не говорит о том, о временах, так сказать, мира, благополучия, взаимоотношений положительных. Почему мы не хотим себя детерминировать положительной историей, а выискиваем только отрицательную историю? Я не говорю о том, что это только в России. Вот как-то так устроен человеческий мозг, да? То есть, американцы, наверное, тоже там будут там только Советский Союз вспоминать, да? Нет, ну и мир же так устроен. Какие новости самые популярные? Негативные? Да, совершенно верно. То есть, не будут вспоминать там, допустим, помощь того же Александра Второго во время их гражданской войны, к примеру. Вот, и так далее. То есть, люди вот любят почему-то только выискивать и детерминировать свой мозг негативными историями. Ну, давайте в Копе вернемся. Вот последняя ваша встреча, буквально три недели назад. Да. Ну, эта встреча как-то планируется. Вам выделяется, например, ну, где-то вы получаете письмо, говорят, там, 15 минут у вас или 20. Нет, нет, ну мы... Нет, у нас с папой... Или с вами особые отношения? Ну, опять же, я же говорю, я же не знаю, как особые, не особые. То есть, у нас с папой отношения неформальные. То есть, в том смысле... То есть, я... Вы не представитель России. У вас нет никакого поручения от администрации президента. Я этого не хочу никогда. Я никого... То есть, на встречах с папой я никого не представляю. То есть, они... Ну, с супругой просто... Да, я не выступаю там, как глава староверов. Я там не выступаю... Мандат там от Путина. Я просто Аленя Севастьянов. Как папа говорит, там, по-итальянски это Леоне. То есть, как бы... То есть, в испанском языке. Вот. Света, она как певица. Да, и просто мы... То есть... Ну, я не могу сказать, что... Там, это назвать высоко, что это дружба, да. Может, о папе это неправильно говорить так. Но вот внутри у меня, у меня отношение такое, да. К папе. Прежде всего, дружеское отношение, дружеские беседы. Как со стороны Светланы, так и меня. То есть, при этом... С ним очень всегда интересно. Потому что он реально показывает интерес к человеку. То есть, это реально видно, что это не про такое. Очень многие говорят, ну, вот он пиарщик. То есть, это его стиль. Вот он там на Фиате ездит. Вот он там ходит пешком. Вот он там может заехать в магазин, попросить. Это его стиль жизни. Он стал папой 9 лет назад. То есть, сейчас ему 85. То есть, тогда ему было 76 лет, понимаете. Всю жизнь он жил так. Всю жизнь он, вот будучи даже кардиналом в Аргентине. То есть, у него была маленькая кухонька. Он сам себя готовил. Я просто, на самом деле, я знаю, как иезуиты. Вот их вымыштровывают именно вот таким условием. То есть, я потому что в Риме учился, сам в Григорианском университете. Вот я видел, как эти профессора заслуженнейшие. Ну, и в Америке второго университета тоже у иезуитов уже было. Да, да. И вот они специально, вот эта, ну, вот комнатка, где мы снимаем. Это 2 на 3, там, 4, там, на 5, понимаете. Одна. Вот компьютер обязательно здесь все забито книгами. И такая аскетическая кроватка. Вот. То есть, и вот папа, вот, и сейчас Санта-Марта, да, в гостинице он живет примерно вот так же. Ну, чуть, там, 2 комнаты. То есть, такая же маленькая кровать, да, книжки, то есть, как бы компьютер. Вот. И вот так он живет, понимаете. То есть, так как бы реально человек этим и живет. То есть, он, вот. И, конечно, завораживает его отношение к человеку. Он дает, знаете, у нас как бы там начальник встречается, он вещает. Вот тоже вот иногда приходится. Вот приходит начальник, провещал, провещал и ушел. Я всегда так думаю, ну, вот смысл. Ты же, наверное, наоборот, должен начать услышать, чем народ живет, чем я могу помочь. Ну, что отвечать? Я и в Ютубе посмотрю, что ты отвечаешь. А папа как? А папа вот наоборот. То есть, я говорю, что это совершенно внимание к человеку, да, что, причем к деталям, там, что, как, там, а как там дочь учится, а что там, а, да, там, математика ей больше нравится. Вот, а там это нужно, и там, может, что-то ты вот так сделать. То есть, внимание к деталям, внимание к человеку. То есть, это невозможно, это невозможно постоянно играть. И смысл. Ну, да, если человек играет, он таким, это становится его натура. Если, я говорю, постоянно играть, играть, это становится натура, да. То есть, он, если играет, то вот постоянно так, да. То есть, этот человек реально, я считаю, что, конечно, очень в духовной жизни, очень, очень светлый человек. Вот. Ну, к примеру, вот даже такой факт, когда мы с ним общались, он говорит о том, что он хочет в Россию приехать. Вот, кстати, это тоже вопрос. У нас почему-то пропаганда нам говорит, что папа не хочет в Россию. То есть, он хочет ехать в Россию, то есть, у него есть верующие здесь католики. То есть, он не понимает, почему он до сих пор, ему нельзя приехать в Россию. Почему он не может приехать в маленькой группе католиков? Почему он не может приехать в собор здесь послужить? Почему он не может послужить с католиками в Санкт-Петербурге? То есть, он не просится служить на стадионе, он не просится служить в храме Христа Спасителя. Он хочет приехать к своим католикам, послужить с ними. Мы же понимаем, что это будет тот же стадион в этом храме. Нет, но это другое. Но это же тоже, как сказать, такое же преследование. Это политический момент. Ну да, но это тоже, грубо говоря, папа под санкциями. То есть он не может приехать в Россию уже 20-30 лет. А почему? Почему наши русские ездят в Ватикан? 5 миллионов русских в доковидное время было постоянно, ежегодно в Ватикане. То есть все музеи Святого Петра, папа не может сюда приехать. Простым, грубо говоря, паломникам. Но это другой вопрос. Но вот в данном случае, то есть он рассказывает, что ему больше всего нравится, допустим, Достоевский. Для него он теолог Достоевский, то есть богослов, лучший богослов. Почему? Потому что я считаю, что он описал правильное отношение Бога с человеком. Лучшая книга «Идиот». Я пишу это своим, допустим, родственнику одному, американцу. Он говорит, как идиот, там же это все против католичества. Как же там трактат, как вот осуждение папства, как сказать, вот этот князь Мышкин, который там своему брату рассказывает, вот как бы осуждает этого великий инквизитор, да, или глава. Я говорю, вот в этом суть папы нынешнего. Понимаете, да? Вот другой человек бы сказал, да, вообще там проклят Достоевский, да, идиот, да, иеретическая книга. Нет, человеку нравится вот то, где его осуждают, да. Человеку нравится то, где говорят о каких-то проблемах в католической церкви. И он говорит, что это моя любимая книга. То есть это уровень говорит об уровне смирения. Вот может какой-нибудь православный иерарх сказать, что ему нравится книга человека, где осуждает пороки в православной церкви. Вот может? Я таких не слышал. Нет, я таких не слышал. Понимаете, да? Вот, и здесь папа говорит, что у него любимая книга именно та, которая осуждает пороки католической церкви. Понимаете? То есть это вот в этом, можно сказать, вот вся суть в чем-то вот папы, да. И причем он не просто говорит, нравится, то есть он цитирует. Он цитирует, он пересказывает о чем там это, чем он согласен, чем не согласен. Понимаете? Что человек реально, видно, что это читает, перечитывает. Я читал раз, по-моему, в 17-16 лет и все, и забыл, да. То есть папа, эта книга жива, видно, что перечитывает это. Вот. И вот как бы в этом его суть. То есть это простота и доступность. И жизнь, вот видно, что не по другим стандартам, как вот я начал с этого, да. Жизнь не по другим парадигмам. Жизнь вне моды. То есть жизнь по своей системе ценностей. У нас в России есть такие иерархии? Хоть отдаленно напоминающие вот образы. Знаете, ну я никого не хочу осуждать, конечно. Мы не осуждали, не говорили. Это не то, что... Вопрос. Да, я скажу, то есть такого уровня я не встречал. Конечно. То есть есть люди разные. Даже среди старобрядцев, староверов. Ну вот мне тоже самое. Братья там осуждают. Допустим, там сестра у меня такая очень ревнивая. Говорит, вот ты встречаешься там с Папа Римским. С Ильичеком. Да, да, да. Вот, я говорю, знаешь, вот я... Вот А, Б, С я смотрю на вас, да, вот как бы это... То есть я этого у Папы Римского не видел. Поэтому сказать, что там Папа Римский хуже, чем вот вы староверы, да, то есть я не могу. Потому что я вижу его стандарты жизни, я вижу его отношения к людям. Христианская жизнь. Да, отношения к людям, отношения к маленькому человеку, это самое важное, да. То есть отношения к ненужному для тебя человеку, не представляющие пользы для тебя никакой. И я смотрю на вас, да, грубо говоря, на вас, на других, да. То есть я не могу сказать, что там Папа Римский, понимаете, да. Вот, к сожалению, ну опять же, это нельзя сказать, что, знаете, что у нас нет. Те, кого мы знаем, нет. Да. А сколько людей, я считаю, что огромное количество святых, их просто не упоминают. Потому что вот как раз эти стандарты моды, они выпячивают людей, которые соответствуют их бренду. Вот, а людей, которые соответствуют евангельскому бренду, они не нужны. И очень интересно, в Евреях послание написано, в 11 главе, где перечисляются все герои веры, как мы их называем, в протестантской среде. И потом там в конце написано, что есть еще те, чьи имена не попали сюда. Те, которых весь мир не достоин. Не, а вот по христианской модели, да, наоборот. Человек как бы неизвестный, он представляет большую ценность для Христа, чем как бы считающий, что он там что-то... Вот единственный вопрос, я всегда говорю, что меня, знаете, католической церкви, единственный вопрос, который меня всегда... Завораживал, скажем так, если правильно сказать. Вот их способность, способность... То есть у них, понятно, огромное количество проблем, да, мы говорим-то там педофилия. То есть сам папа, он же все пытается, это болото там тоже, огромная коррупция, все это. Я не говорю о том, что я сейчас не про католиков, я сейчас про образ папы, понимаете, да, про личность, чтобы понять, да, что мы у нас, мы про личность папы Франциска Берголья, я просто его описываю, да. Вот, и вот меня всегда поражала их способность выбрать, опять же, анализируя с точки зрения истории, да, вот я смотрю как бы историческими глазами на их эпохи, способность выбрать идеального на то время, для того времени папу, лидера церкви, вот какая-то просто уникальная способность. То есть у них нет вот этого папа сделать так, чтобы все было вот как вот он, как сказать, на будущие тысячи лет, чтобы вот шло в этом ключе, допустим, в каком-то в его, в коррумпированном. Может, у них нет, что мы есть выбор божий? Нет, а у них, вот у них есть, я, кстати, католикам это, кстати, тоже говорил, причем открыто, я им говорю, что, знаете, у меня католичество, у вас там проблем, но вот эта способность меня всегда удивляла. Он говорит, ну, это и есть доказательство присутствия духовства, но, опять же, это другая история. Ну, к примеру, да, вот я привожу там, допустим, вот этот папа, то есть вот скандалы с Бенедиктом начались там, ну, сам Бенедикт, я считаю, что вот на это время было 7 лет идеально. Вот после периода Иоанна Павла II, Бенедикт 7 лет были идеальны, чтобы как бы опять вот продвигать традицию, да. Вот, он понимает, что начинается какое-то движуха, уходит, понимаете, не цепляется за власть. Ну, представьте, да, вот император, он как бы не ограничена власть, то есть человек с влиянием, ну, наверное, там, я не знаю, с кем сравнить, вот человек сам все это отпускает, говорит, я ухожу, да. Ну, это во многих исторических церквях, по-моему, наверное, перечислить можно, кто вот так согласился. Да, нет, потом приходят, вот они выдвигают Франциска, да, который своим поведением, он буквально за два года все эти скандалы свел на нет и совершенно возродил. Даже какие-то папы, которые кажутся там, ну, мега-еретическими, да, там, потому что там провозгласили... Своя история, ладно. Нет, я говорю, даже и они, ну, вот, к примеру, там, передевятый, то есть тот, кто провозгласил догмат о папской непогрешимости и так далее, но все равно передевать, если посмотреть историю, да, то есть Гарибальде с юга, эти, Савоя, с севера захватывают Италию, захватывают Рим, то есть вот символ католичества падает, ну, казалось, все, церковь заканчивается, понимаете, да, то есть Рим, это был основной символ здесь, казалось, все, падает, да, причем они не собираются этого папу ничего делать, просто он, наверное, должен был провозгласить, что он становится просто, типа, а-ля патриархом Италии, все, это началось бы национальные церкви везде и так далее. То есть папа говорит, нет, я становлюсь добровольным узником Ватикана, вот он запирается, в этот Ватикан, в маленький квартал, да, и 60 лет они там, 60, да, они там сидят без возможности выходить оттуда, понимаете, да, то есть это вот другой папа согласился бы на это, наверное, нет, вот в этом смысле я говорю, что вот каждая эпоха у них, вот способность выдвигать нужного, самонужного папу на тот или иной момент, и поэтому, конечно, видит роль папства в истории. Ну, нет, поэтому вот они, вот если посмотреть, 2000 лет, вот понимаете, это самый институт, потому что другие даже церкви, они просто, ну, так же вот Константинопольская, да, была, что с ней стало, да, там какие-то другие национальные, там, Александрийские, а вот реально церковь, которая там 2000 лет, и она вот путем способности выбирать нужного человека, не коррумпированного, да, вот нужного, может быть даже в чем-то, ну, вот именно идеального для этого времени, они вот этот институт в любых ситуациях, то есть как они, там, вторую мировую прошли, без потери, там, этих имиджевых, да, потом в советское время, потом в советской атеистической литературе всегда папа врагов номер один был. Нет, да, но при этом они вышли, понимаете, да, и вот меня вот всегда поражала их способность выбирать лидера, вот это, то есть другие вопросы можно критиковать бесконечное количество времени, да, вот, ну, вот я к тому, что вот Франциск, он, конечно, вот его личность, она завораживает простотой совершенно такой, естественной. Как он выбрал вашу супругу, известную оперную певицу, среди вот такого богатого выбора оперных певиц и певцов? Почему? Ну, с одной стороны, знаете... Я, знаете, вот смотрел, да, ну, что-то о вашей супруге, слушал тоже, очень интересно, и папа знает все, все ее роли, где она выступала, какие оперы поет, что... Да, да. Почему он ей интересуется? Ну, с одной стороны, он на самом деле интересуется оперой, да, он еще, живя в Аргентине, все постановки новые в театре Ла Колон, это Буэнос-Айрес, он всегда посещал. Мама ему в детстве напевала оперные ари, да, то есть он как бы реально слушает оперы, диски, он такой меломан, как бы, оперный, да. Почему именно Светлану, если она не является там... Не католичкой, ну... Не католичкой, там, не по известности, там, не трепка, да. Ну, вот я считаю, что именно потому, что он папа, то есть в том смысле, что у него совершенно другие критерии оценки, то есть он смотрит на человека, ну, во-первых, конечно, на талант, то есть без таланта, но, с другой стороны, талант это общий равный, да, грубо говоря. Да, то, что дано Богом. Да, вот, смотрит, понятно, на талант, а потом на личные какие-то качества. То есть Светлана, на самом деле, очень человек, очень открытый. Она рассказывала ему историю своей жизни? Не, он знает, ну да, в общении, конечно, он знает. Он знает, где родилась? Да, нет, он, конечно, он даже и передавал ей, и передает через нее привет и грузинам, и курдам, и зидам, то есть где казахстанцам, где она была, он всегда через нее передает привет. Вот, ну, с другой стороны, вот, другой вопрос, почему он ее выбрал для коммуникаций, грубо говоря. Вот, потому что Светлана в каком-то смысле, она является, можно сказать, скажем так, послом доброй воли папы, да? То есть она всегда, ну, в каком-то смысле, она его, скажем так, незримое присутствие, если можно этим назвать. Вот, при этом это женщина, да? Ну, это все, нужно понимать папу, да, почему? То есть это вот то, что казалось бы у людей самой противоречивой вещи, вот, грубо говоря, там тоже говорят, вот, там какие-то фотосессии, она где-то, то есть это не критерий для папы, понимаете? То есть папа, он зарит... То есть папа, это вот пытается, то есть образ Христа, то есть загляни в сердце, загляни на сердце, прочитай, что написано в сердце, да? То есть все остальное это шелуха, все остальное оно ничего не значит, да? То есть подход папы, он вот как раз в этом, то есть найди жемчужину в сердце человека, и вот этот человек для тебя должен иметь тогда ценность. Огромное количество людей просто разукрашенных там павлинами, а внутри, ну это христианство все об этом, да, то есть как бы разукрашенные гробы и так далее. Вот, Светлана, конечно, она в этом смысле жемчужина, да, у нее золотое сердце, она очень доступный человек, очень открытый, никогда она не заснавалась, очень смиренный человек, то есть она очень простой, вот даже по стилю папы, то есть для нее ничего не является проблемой, там, в шопинце самой, то есть, грубо говоря, там, в метро, ну, помогать кому-то, знаете, то есть это совершенно, то есть стиль жизни, он вот именно такого, можно сказать, по стилю жизни, она вот как папа римский. То есть в Ветикане нет такого, может быть, только это для вашей семьи, нет такого специального этикета какого-то, который вот есть для всех? Нет, конечно, это везде этикет, да. Ну, а когда вот вы остаетесь одни, общаетесь, разговариваете? Нет, ну, опять же, я вот повторяю, то есть папы должны быть друзья, да, то есть как бы круг общения, вот, то есть он, ну, знаете, дружба это тоже такой вопрос, а как вот люди сходятся? Никто не знает. Да, никто не знает. У вас тоже круг друзей, то есть я тоже посмотрю, типа, что он нашел в этом человеке, а вам он близкий, к примеру, да, вот, и так же у меня будет. Вот, и у папы римского, наверное, многие как раз, да, там, заслуженные люди, они, в этом смысле, конечно, нам сложно, что очень много вот этой зависти, которая, типа, вот что он вот во мне не нашел, а вас нашел, да. Но опять же, мы не смотрим это как на какое-то, знаете, какое-то доказательство своей исключительности, совершенно нет. То есть, опять же, наши отношения с папой, они, можно сказать, семейного уровня, вот. То есть они не говорят о том, что он нас там возвышает над другими, и мы на это не претендуем, то есть это вообще наоборот. То есть я вот после встречи с папой, почему он важен, вот как бы хочется наоборот быть... Смирение ниже. Да, ниже, то есть как бы ты понимаешь, что, как сказать, вот, понимаете, вот очень часто христианство, оно вот рационально не понять, да, его, об этом же оно и говорит, да, что для умных оно безумие, да, то есть его нужно чувствовать. Интересная мысль у вас. Католиков всегда в рационализме обвиняют. А вы говорите... В рационализме. Ну, это очень рациональная религия. А вы говорите о других сторонах хатолицизма? Нет, я имею в виду с папой, вот общаешься, то есть ты вот видишь, ну, вот это как бы смирение при такой огромной власти, вот, то есть как бы вот этот, ну, вот прежде всего на стиль жизни, да, и ты вот выходишь и понимаешь, типа, на самом деле, что все вот эти ценности, ради которых там человек жизнь свою тратит, там, всякие Мерседесы непонятные, никому не нужные, да, там, Льюи Виттоны и так далее. И все это настолько прах ненужный, вот, а то, что ценно, народ не замечает, и жизнь так пролетает непонятно для чего. И в этом смысле, конечно, папа римский в этом смысле, конечно, вот, дар просто человеческого общения. Вот, я считаю, что, конечно, если бы он посетит Россию, это для России будет просто сверх прогресс, просто как бы увидеть человека, скажем, вы понимаете, этот, как его, философ, этот, диоген, с фонарем ходил, все время днем искал человека, да. Вот я считаю, что вот из всех людей, кого я, как бы, знаю, да, вот, конечно, вот, папа, он, конечно, вот такая вот человечность. А человечность, знаете, вот в чем смысл человечности? Это вот человек, который способен быть одним и тем же человек четырех сезонов. Знаете, как называется? Знаете, да, эту книгу? Четыре человека, фильмы, смотри. Это про про сера Томаса Мора, премьер-министра Англии, который отказался, так сказать, принять разрыв с католической церкви Англии. То есть есть фильм о нем, называется «Человек четырех сезонов». Вот, то есть как бы при всех обстоятельствах быть одним и тем же, да. Очень часто человек, он вот, как бы, ты с ним общаешься вот в этих условиях, вот он такой. Завтра на два рубля он больше заработал, вот он такой. Послезавтра два рубля потерял, вот он такой, понимаете. Вот, и прежде всего, конечно, это власть, она людей сразу же, институции людей сразу же меняют. Вот мой опыт общения с людьми, вот, человек, вот он входит в какую-то, и вот эта институция его сделает у него совершенно другого монстра. Вот, и в этом смысле папа, ну, казалось бы, да, то есть ты папа римский, ну, чем может быть выше, я даже не знаю. Ну, и в системе человеческая, как сказать, иерархия. Мирная иерархия. Ну, грубо говоря, да. Вот, и ты видишь, что этот человек, вот, всех сезонов, я уверен, что вот он таким же был 50 лет назад, таким же был он там 20 лет назад и сейчас. То есть это человек, который не зависим от институции. То есть человек, которого институция не меняет, да, что вот он какого-то, и в этом смысле, вот, я говорю, что почему человека, вот, я не видел такого человека, я не видел людей, которые оставались бы теми же самыми в силу изменения обстоятельств жизни. Вот, таких, понятно, что мой круг общения, вот, может быть, таким, может, они есть, но я, вот, а папа, вот, в этом смысле, я считаю его таким мега-человеком. Вот, нынешний папа, он изменил отношение к своему ордену во всем мире, к иезуитам, потому что везде ж, ну, или, может быть, у нас, бывших советских людей, отношение к иезуитам, это такое именно нарицательное, да, хитрое, там, жестовое. Ну, знаете, это так же, я считаю, что это тоже, как бы... Клише какое-то. Клише и... Советское, скорее всего. Ну, советское, может, даже чуть раньше. Тоже религиозная. Вот, потому что, если посмотреть, ну, к примеру, у меня любимые фильмы, это как раз об иезуитах, ну, и не за то, что они об иезуитах, но они просто мне очень нравятся. Это вот «Миссия», может быть, знаете, да, с Робертом Денеро, про иезуитов в Латинской Америке, и «Молчание», это фильм Скорцезе про миссию в Японии, не смотрели? Смотрел давно. Да, ну, это буквально, не знаю, года 3-4 назад вышло. То есть, и там иезуиты совершенно в другом показываются, в другом ключе, да. Если, допустим, в Латинской Америке, реально, вот я помню, путешествовал я по Латинской Америке лет 10 назад, вот, и общаясь, прежде всего, с местными жителями, ну, имеется в виду аборигенами, да, вот, и для них иезуиты – это почти боги. То есть, я спрашиваю, а почему? То есть, у нас, как бы, почему для вас иезуиты почти боги, если, ну, имеется в виду, там, в Мексике, в Перу, в Чили. Они говорят, если бы не иезуиты, нас бы вырезали, ну, исторически. То есть, вот, когда пришли эти конкустадоры, то есть, они доказывали, что мы вообще не люди, что у нас нет души, вот, что нас не нужно обращать в христианство, там же, как бы, по закону, они же были против обращения в христианство, потому что христиане не могли быть рабами, рабами могли быть только не христиане по законам Испании. Да, вот, иезуиты, ну, это, в принципе, показано в миссии, да, иезуиты, они показывали, что вот эти простые, как сказать, аборигены способны на высокое искусство не меньше, чем европейцы, ну, играть на скрипках, там, писать музыку и так далее, понимаете. И если бы вот не эти иезуиты, вот он так и говорит, что нас бы просто вырезали, вот, плюс школы, образование, воспитание, то есть, это лучшие школы, это иезуитские. Вот я учился в Джорджтауне, да, то есть, это иезуитский университет, то есть, как, что они делали? Они приходили вот в джунгли, ну, тогда, это джунглинг была, вся Америка, да, вот, где индейцы там жили, открывали там миссию и начинали, прежде всего, обучать детей. Причем обучали, то есть, в светской грамоте, игре там на флейте. Это везде было, и в Индии, и в Японии, да. Они работали на будущее, вот что их отличает от всех остальных. Поэтому, не знаю, то есть, я хочу сказать, ну, вот, говорят, что иезуиты, то есть, как бы у нас в России, ну, опять же, нужно смотреть конкретные факты, знаете, это, потому что, это, вот, про поэм, что-то, понятно, что где-то что-то, вот, люди, мы нас так устроили. Да, и мы их поместили, и все. То есть, понятно, что каждый человек, я, я не говорю, что я святой, то есть, все мы, да, как и в нашей жизни, мы можем быть агрессивным, менее, то есть, в зависимости, обслуживая, то есть, нужно смотреть конкретные случаи, да, то есть, как бы, ну, что, ну, вот, там, типа, из-за них, там, поляки пришли, там, в 17 веке, вначале, из-за них, не из-за них, пойди, там, сейчас докажи, разберись, из-за кого-то, кто пришел, понимаете, да? То есть, это нужно смотреть, я считаю, конкретные случаи, конкретный, конкретный ущерб. То, то же самое, когда мы говорим, там, про гонение сейчас на сектантов, то же самое, да, там, на любых, в этом смысле, я не говорю, там, католики, любые, протестантские, даже не христианские, там, любые, да, там, те же, вот, я упоминал вас, санитологов, к примеру, да? То есть, вот, клише вешается, вот, секта, понимаете, да? Понимаю. Да, человека, то есть, а что там? А никто разбираться не хочет. Никто не хочет, да. Зачем? То есть, а там семья, а там люди, а там это их менталитет, а там это их устройство жизни, а там их будущее, понимаете, там их даже какие-то заработки и так далее, и как все, все, зачистить, все это, и дальше, что, то есть, судьбы людей исковеркали, кому пользу принесли, непонятно, потому что никто, я не знаю, кто от этого какую-то пользу поймел, да? И никто не измеряет ее, когда результат-то не измеряет. А можно только конкретный случай, если, да, кто-то что-то сделал, бери его, сажай-ка из-за конкретной провинности, там, человек, я могу понять, что там верующие люди так же могут, вон, тех же католиков, педофилы, вы же не запрещаете всех католиков, потому что из-за священников педофилов, да? Вы берете конкретно. А в России не запрещают же православие? Или в России, предусловно? Посмотрите, всех вытолкнули из тюрьмы, из системы, никому не дают православие. Говорят, у нас в тюрьмах сидят православные, убийцы, насильники, все остальные. Никто не запрещает православие, что большинство тюрем России набито православным. Да, да. Никто же не запрещает. Запрета нет. Да, именно. То есть, или священник, там, вот тоже самое священника, уже нескольких вот так на слуху, то есть, за педофилию посадили. Ну, вы же не запрещаете РПЦ, ну, что у вас там это? То есть, вы берете конкретно, что так и нужно, да. Преступник, он человек, это не церковь. То же самое вы берите, если там вы называете это сектами, да, грубо говоря, то же самое. Бери за конкретные преступления. То есть, если человек, то же самое и здесь. Вот говорите клише, езуиты, все езуиты плохие. Вот он езуитом. То есть, за конкретно, где, что, когда. Вот берите факты, изучайте. Если человек там согрешил, призывайте к покаянию. Если он там преступление совершил, сажайте в тюрьму. Так же, то есть, ну, вот. А езуиты, то есть, если... Изучая миссиологию, как миссии распространяются, протестантские первые, католические, тоже очень интересно. Это факт, в многих книгах описан, но редко кто берет это себе. Я увидел одно, что многие авторы пишут, что в какую бы страну ни пришли, там уже были иезуиты. Я Японии читал, это потрясающе, что всех вырезали, никого не пускали, убивали моментально европейцев. И когда пришли первые миссионеры, когда там правители Японии допустили, оказалось, там уже иезуиты многие годы. Да, да. У них вот это вот качество, я не знаю, у иезуитов, они прежде всего занимаются образованием. И еще у них есть мобильность, из-за того, что с одной стороны это орден, но при этом у них воспитывается здоровый индивидуализм. В том смысле, что ты сам на месте должен принять правильное решение, даже вне зависимости от того, что тебе начальник скажет. Это вот как раз эта тема раскрыта в фильме Скорсезе про иезуитов Японии, молчание, советую зрителям посмотреть. То есть даже тебе начальник что-то, если говорить, но если ты считаешь в соответствии с твоим восприятием христианства, учения христианска, что нужно поступить так, то есть ты поступаешь так. То есть это дает, конечно, огромное, с одной стороны, их очень сложно ими манипулировать тогда, да, потому что иначе бы там начальника заменить и всем раздать правильные указания, да, это невозможно. И с другой стороны, это дает мобильность. И вот этим объяснимо, можно сказать, их успех. Но с другой стороны, понятно, что сейчас они тоже говорят, что кризис, так сказать, призваний. Вот, ордена, да, ордена все сокращаются. Но это объяснимо очень разными факторами. Ну, прежде всего, вообще общей секуляризацией общества. То есть если там раньше, понятно, что в школе, если преподавали там завет Божий, да, и какой-то процент из этих студентов хотели стать священником, да, то сейчас это все упраздняется. Соответственно, как бы вот я считаю, что прежде всего из-за секуляризации общества, конечно, призваний у них меньше, но это повсеместно. И в православии меньше, и у протестантов. Я считаю, что христианство, оно в каком-то смысле, с одной стороны, кажется, сдувается, но с другой стороны, вот я тоже об этом общался, с другой стороны, оно как бы очищается. Знаете, потому что раньше христианство, оно брало на себя много других функций, которые не совсем соответствуют христианству как таковому. Ну, к примеру, допустим, то есть церковь, оно там регистрировало браки, там, вела учет там смертей, и все это, понимаете, да, то есть это, она, то есть это, грубо говоря, выполняло функции медицины, коммуникаций, интернета современного, понимаете, да, и в силу того, что сейчас новые технологии появляются, то есть люди, которые интересовала церковь именно этим, они, понятно, пошли с новыми технологиями, а люди, которых интересовало именно богословие, глубина внутренней жизни, глубина, они остались, понимаете. Вот, поэтому нельзя сказать, что церковь христианская сокращается, наверное, она больше, можно сказать, очищается, что вот народ, который был, так сказать, церкви ради других каких-то... Вот мы с вами перед эфиром говорили, что вот гонения были, как-то объединяли, и вера чище была, и все. Может быть, это современные гонения, которые мы еще не осознали, о которых не говорим? Вот именно гонения на уровне разума, вот секретарь, ну, мир вот этот вот, он как раз и диктует вот эти все вещи. Ну, с другой стороны, знаете, мне вот этим, вот как ни странно, да, может быть, это звучит не по православному, но мне вот такой мир, он больше нравится. Объясню, почему. То есть этот мир, он дает главную христианскую ценность, то есть это свобода выбора, понимаете, да, что все-таки христианин должен сам решить, я хочу быть христианином. Это не должно быть, потому что общество так говорит, это не должно быть, потому что вот в школе так только говорят, это не должно быть, потому что там мама с папой так хочет, понимаете, да. То есть это должен быть свой осознанный выбор, даже вопреки, понимаете, даже вопреки. То есть даже когда это невыгодно тебе, даже когда это создает для тебя какие-то проблемы. И трудности, да. И трудности, и человек должен в любом возрасте сказать, нет, я все равно христианин. В этом смысле, когда секуляризация, она как раз создает такие условия, когда человек, который хочет быть христианином, он становится христианином вопреки. И осознанно. И осознанно. И осознанно. То есть и осознанно, и благодаря своему поиску. То есть, ну говоря, вот в школе там про... Читать его научили? Научили. Возможность у него прочитать Евангелие будет? Будет. В итоге он сам должен сделать выбор, понимаете. А не кто-то за него, и потому что это наша традиция, и потому что это наши традиционные ценности. Потому что это там в Конституции запишут. Вот он поэтому обязан быть христианином. Нет. Христианство это другое. Христианство это не политическая идеология. Христианство это не философия, не патриотизм. Это, вот опять же, я говорю, что сокращение христиан, потому что в шелуха отпадает. Вот я хочу так же сказать. Вот христианство это не патриотизм. Это не политика. Это не экономика. Христианство это христианство. Вот. И люди, они должны быть христианами, потому что они верят в эту книгу. Они верят этому человеку, Христу. И тем людям, которые как-то пытаются быть похожим на Христа и показывают нам его образ. И мы влюбляемся в этот образ и говорим, мы хотим быть такими же. Вот христианство это про это. Слушайте, я вот слушаю вас, да. Может заключение уже, не знаю, мы давно в эфире, не знаю, сколько нашим зрителям. Извините. Такое впечатление складывается у меня, вот я сейчас читаю в последнее время Максима Исповедника, что у вас, как у старобряца, ваш образ церкви христианской и двое или трое общинность очень близок к идеям и книгам Максима Исповедника. Оно совершенно верно. То есть старобрячество, оно близко к Максиму Исповеднику, оно близко вообще к идее монашества. То есть когда реально, для монаха это твоя личная ответственность, твоя связь прямая с Богом намного важнее, чем структура, которая тебе сегодня говорит одно, что сегодня греки хорошие, завтра что они плохие, а послезавтра с католиками общаемся, потом не общаемся. Тебе это надо. Тебе есть Бог, у тебя есть связь с Ним, то есть ты понимаешь, что ты сам родился, что сам будешь умирать, никто тебе, когда будешь умирать, никто тебе не поможет, никто не будет за тебя, никто за тебя этот опыт, как сказать, не разделит. Соответственно и нужно так себя готовить, что ты в итоге сам рождаешься, сам умираешь, сам несешь за себя ответственность и создаешь ту общину и общаешься с теми людьми, которые тебе помогают становиться лучше. То есть те люди, с которыми ты видишь, что ты даже, может быть, богаче становишься, но при этом беднее душой, меньше с ними нужно общаться. Старобрячество, оно про это. Оно как раз в этом смысле категорично. Слушай, ну и Христос про это. Про узкий путь. Да, да. И церковь должна быть про это. И в этом смысле. И церковь должна быть про это. И поэтому староверы говорили, мы и есть церковь. То есть мы, да, нас меньше. Нас меньше, мы это понимаем. Да, мы в изгнании. Вы считаете, что мы там не образованные, там олухи, не мытые. Но мы церковь. Потому что мы как раз по другим критериям живем. Мы по другим брендам. Для нас важны другие бренды. То есть не золото, не кареты, не перья разноцветные. Понимаете? Мы живем другим. Понимаете? У нас другая система ценностей. И в этом смысле, да, старобрячество, это и есть церковь. То есть оно устроено по-разному. Оно устроено одни даже. Старобрячество, в чем даже его ценность? Оно показало, что иерархия, как ни странно, это для многих будет теоретически, иерархия вторична. Староверы это показали. Они 200 лет вообще без иерархии были. И запросто справлялись, и процветали. Потом, когда сказали, иерархия нужна, они восстановили. Понимаете? Но это общихристианский взгляд. Куда ушла церковь взгляд на отечество? Первична твоя община. Первична ты сам. Куда ушел этот взгляд на отечество? Что наше отечество не российское, не украинское, не американское. Наше отечество небесное. Кстати, этим тоже нужно... Я бы не хотел этим заканчивать. Нет, я хотел бы как раз вопрос... Вы сейчас начали. Это тоже очень важный вопрос. Вопрос, тем более сейчас, вопрос миротворчества. Сейчас папа провозгласил вчерашний день, день молитвы за Украину, за мир на Украине. И очень тоже ты смотришь, анализируешь, о чем говорят иерархии. Ни одной строчки о мире. Ни одной строчки о призыве к диалогу. Наоборот, одна войнушка. Это же показывает современное состояние церкви. Я как бы... Одно дело, когда это армия делает. Но это они должны. Грубо говоря, ты ради этого... Это профессиональная деятельность. Армия должна это делать. Одно дело спецслужбы, наверное. Если ты в церкви, наверное, твоя другая задача. Может быть, те органы спецслужбы, о которых вы сказали, они уже в церкви? Это другой вопрос. Управляют и православными, и протестантами. Это другой вопрос. Я просто о том, что церковь все-таки должна быть про мир. И мы молимся о мире во всем мире. Мы не молимся о мире здесь, о мире во всем мире. И о мире для всех. людей. То есть, в этом миссия церкви. В этом миссия каждого христианина. Христианин не должен радоваться возможности войны. Он не должен радоваться возможности чего-то другого горя. Понимаете? То есть, мы должны призывать, вот до конца за это стоят, то есть, мир. То есть, мир на Украине. Мир во всем мире. Во всем мире. То есть, мы не должны как бы хорошие, плохие люди, знаете, перед Богом все дети Божьи. Понимаете? Не нам судить, кто хороший, кто плохой. То есть, мы этих людей не создавали. То есть, их создал Бог. То есть, Бог творит историю. Бог создает цивилизацию. Бог в итоге сам судит, кто хороший и плох. То есть, мы должны тяготеть к миру. И поэтому, конечно, мне немного в этом смысле больно, что церковь, так смотришь. Даже в советское время, вы говорите про советское время, там было огромное участие церкви в так называемом движении за мир. Вы, может быть, знали. Да, конечно. Помню, там даже наши иерархии старобряческие в любую проповедь заканчивали «Жертвуйте фонд мира». То есть, как-то у людей было какое-то сознание. Даже это как-то какая-то проформа была. Все понимали, все равно, что... Ну, хотя бы риторика, она другая была. Понимаете? То есть, я помню, в первом классе, в 85-м году, я пришел в школу. Первого сентября. То есть, все равно, это холодная война, разгар. Что нас заставляли рисовать? Там голубя. Мир, мир, мир. Сейчас я смотрю, там танки, там юнармии, там детей. Вот они... Вынизируют сознание. Ну, война, то есть, понятно, это часть реальности. Могу понять. Часть реальности. Пусть те, кто хочет воевать, они воюют. Зачем это навязывать тем, кто живет другими ценностями? Кто хочет мира, кто хочет какого-то диалога, кто хочет какой-то мирной повестки и так далее. И церковь, мне кажется, это как раз должно быть такой площадкой мирного диалога всех. И украинцы, и русские, и грузины, и казахи, и всем. Мы должны просто учить, церковь должна учить людей мирному сосуществованию. А не наоборот, подзадоривать. Понимаете? Вот это, конечно, очень плачевно. Это говорит о том, что общество больное. То есть общество, которое не говорит о мире, не говорит о процветании, не говорит о созидании, оно говорит о проблемах, так сказать, со здоровьем. И вот люди уровня Папы Римского, почему они ценны? Потому что пока они есть, пока есть люди, которые говорят о мире, он провозгласил день молитвы. То есть они держат в каком-то смысле надежду. Если не будет голоса мира, понимаете? И в этом смысле Папа тоже в этом ценен. Что он может быть как раз в какой-то миротворческую позицию помогать, продвигать. Что он может как-то примерять людей, народы там, где сами они к этому не способны. Я хотел бы всех нас тоже призвать, ваших тоже слушателей, всех молиться о мире. То есть я уверен, что в итоге Бог решает судьбы мира. И нам нужно просто об этом молиться. Если у кого есть возможность, присоединяйтесь к общему движению молитвы за мир. Я тоже в завершении нашей программы о Папе Римском. О том, что вы рассказали, спасибо огромное. И наша беседа, я думаю, очень познавательная была сегодня. Но я также присоединяюсь и к вам, и, не знаю, можно так сказать, к Папе Римскому. Потому что это не один день молитвы там за Украину или за Россию. Это наша жизнь должна быть. Друзья, внемлите хотя бы к Папе Римскому. Давайте соединимся себе в молитве за мир. Сегодня нам, россиянам, украинцам, белорусам, как никогда нужно. Казахам, другим народам, бывшего Советского Союза. Да и не только. Мы так мало знаем, что происходит в этом мире. За кого молиться, за какие народности. Давайте будем молиться вместе. Благослови всех, Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Вгляд с небесной». И в гостях у нас был Леонид Сегасянов, глава Союза Староверов Всемирного Союза. Прости Христос. Благословения всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова